всем привет сегодня я получила посылочку ну на видео сегодня потому что сегодня снимаю вы увидите это видео скорее всего спустя 12 дня да кстати вот заказывала на алиэкспрессе показывала ленту светящуюся без батареечек пришла я купила батареечки и вот так она у меня светится на моем рабочем месте красиво очень здорово и так я увлеклась увлеклась лепкой из изделий из полимерной глины помимо того что я делаю вот такие работы из эпоксидной смолы то есть мне очень понравилось это я уже не одну работу сделала потом отдельно покажу что у меня получается и уже готовлю проект чтобы показать ну может мастер-класс не мастер-класс я не знаю как это назвать полимерную глину взяла все время думала откуда берут для изделий видела такие апельсинчики тоненькие не могла понять тут как-то наткнулась на видео что и люди их делать из полимерной глины как раз мы заказывали сможем полимерную глину и это мой первый вот прям первый я первый раз вообще леплю и последний раз наверное это было лет 40 нет стоп не 40 35 лет назад и был это в детском саду но для первого раза даже без особо соблюдений тех правил которые идут у меня получился вот такой вот результат очень симпатичный да и из остатков из обрезков материала для апельсинчика моего я сделала из полимерной глины вот такой цветок роза запекла очень даже симпатично получилось мне это понравилось также я дальше в интернете стала смотреть и увидела объемные большие такие розы делают мне очень это понравилось и я начала смотреть эти розы были сделаны не из запекаемой глины а есть глина и зефирная какая-то да но многие начали говорить что эту клину фарфор холодный можно сделать своими руками я попробовала это пробный грязный такой вариант да это первый раз я замесила из клея пва крахмала немного небольшого количества вазеленного масла смесь мне если честно но для начала не очень понравилось то есть полимерная глина запекаемая она имеет свойства и умнешь она мягкая из нее творишь она спокойно и и раскатываешь из нее делаешь какие-то изделия она мне показалось более пластичные чем вот этот вот фарфор холодный может быть конечно тот рецепт приготовления которые взяли недоработку но я попробовала дважды сделать до второй раз меня с добавлением глицерина и паста тимурова и всего остального другое немножечко пропорции вымешивание получилось масса более тянущиеся но все равно я посчитала что она не очень понравилось да то есть иногда бывает вот душа не лежит вернее не душа не лежит а руки не приросли ну вот я из того что получилось той масс добавила масляную краску надела на стакан и получила что-то на вроде вазочки она еще не до конца просохла когда до конца высохнет я недочеты всякие изъяна до крашу но но не буду конечно не ничем там флористического губку положу или пенопласт обычно и сделаю какую-то композицию пока вроде на вроде ваза получилось такой я думаю что достаточно симпатичная получилась фаза такой фактуры грубой компенсируем все это лаком и всем остальным вот даже сегодня просто не успела наковыряла целлюлозу из женских штучек женские прокладки ко всему пригодятся но также можно эту целлюлозу наковырять из пеленок детских буду уже с применением этой целлюлоза пробовать сделать еще раз холодный фарфор с крахмалом клеем пва глицерином и зеленовым маслом но если не получится как-нибудь попробую заказать зефирную глину вот мне как раз но это еще раз повторяю это был чисто пробный образец он был просто слеплен пальцами быстро не основываясь ни на какие эти просто для того чтобы понять нравится мне это не нравится говорят что для даже вот такого грязного образца это нормально но вернемся к моим покупкам из магазина леонардо леонардо я всегда люблю ездить самостоятельно вживую но так как у меня немного со временем сейчас дела обстоят не очень мне не осталось ничего кроме как заказать из леонардо заказ на дом очень удобно сейчас леонардо была скидка на полимерную глину запекаемую вот такая вот у меня глина я заказала трех цветов ярко такую желтую она с эффектом матового цикла я не знаю что это такое потому что сейчас полимерной глины вот то что розочка и апельсинчики это вот просто самый первый мой опыт глину я заказывала одну через 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 озон не помню какие дела уже на столе творческий беспорядок а здесь точно такая же я вот покупала в магазине нитки иголочки так как у меня он рядом да и то есть вот это глина полимерной той же марки так как у меня уже был кусочки наверное давно давно покупала маленький кусочку такой же марки только полимерную глину без эффекта матового стекла обычного тут кстати тоже не написано а нет ниже написано эффект матового стекла она у меня я попробовала она немножечко жестче оказалось чем я делал апельсиновые дольки это не знаю мне там видео есть я в озоне заказываю вот это вот что-то каждый кусочек 50 грамм стоил сто девять рублей 90 копеек ну 110 рублей так это я буду также пробовать что значит эффект матового стекла тем более утону со скидочкой было далее для работы с полимерной глины я поменяла для рез нарезания подарил великолепные такие резцы по дереву да еще и по дереву собралась заниматься резьбой но это тоже все в проекте времени не хватает и использовал вот эти острые ножи чтобы резать полимерную глину потому что стеки для пластилина мне понравилось они и и все-таки ломают а тут вот специальный набор резаков я их приобрела все ссылочки оставлю все заказывала магазине леонардо у меня карточка скидочная на леонардо на накопительная процент по накоплению разный сейчас у меня 4 процента еще пока покупала мне около дома магазин ниточка иголочка там другая система скидок хотя леонардо и ниточка с иголочка в принципе похожи и по ценам и по ассортименту да и на сайте иногда их одновременно пишут так вот такой стек металлический взяла пока что один вот с кругляшком сверху для того чтобы придавать форму лепесткам и с другой стороны такой заостренный полукруглый дальше заказала акриловую скалку потому что раскатывала изначально глину чем при попалась баллончиком от лака решила что на данный момент можно себе заказать инструмент который надеюсь ускорит процесс работы с этим делом до любитель кашу 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 буду есть кашу скоро с водой но буду покупать надеюсь это будет приносить так как мне для работы да из полимерной глины и с работами из эпоксидной смолы нужно нужно или не нужно мне тут папа много чё надарил там и шлифовальный аппарат ураган и много насадок много чего у меня там в подарок даже я не знаю может профессионал позавидует столько у меня всего 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 все мало 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 ну вот мини дрель ручная сверла я не заказала у меня какие-то сверла есть не надо это мне надо также у меня вайнер это двойная часть лепестка между которой уже раскатанную глину кладешь и зажимаешь и и продаешь структуру лепестка еще заказывала инструкцию структуры листа но к сожалению листа в наличии не оказалось посмотри в алиэкспрессе видела там тоже что-то наподобие может закажу хотя посмотрела видео многие берут обычный лист настоящего растения и на нем делают фактуры листика попробую у меня дома комнатные растения особенно вам есть заказала такие крепления это винтики как колечки уже в готовые изделия вкручиваются и к ним крепится цепочка ну ссылочки я оставлю все под видео дальше буду экспериментировать со смолой со смолой с глиной дальше буду пробовать делать этот холодный фарфор потому что из него крупные цветы получается достаточно быстро и красиво сейчас конечно скоро 8 марта да и хочется что-то сделать такое красивое буду пробовать конечно упрямая да не получилось не получается наши плакали кололись но продолжали есть кактусы это про меня попробую еще раз попробую потом зефирную говорят что она тянется чуть лучше чем холодный фарфор и очень хороша для изготовления более крупных изделий почему хочу потому что глина считаю что полимерная глина запекаемая она дороже выходит дороже чем холодный фарфор или даже зефирная глина ну в общем такие вот покупочки у меня в леонардо получились надеюсь что скоро начнут выходить мои мастер-классы или мастер-класса просто обзор на то как я изготавливаю работы потому что все таки считаю что мастер-класс это то что ты сам придумал да и объявляешь какое-то новшество новаторство а у меня всего лишь навсего взятые работы из интернета плюс моя смекалка плюс мои фантазии да ну это уже не мастер-класса это просто изменение авторская работа и доведение ее до собственного ума ну в общем вот такие вот у меня покупочки произошли очень приятные буду есть кашку лишнего до зарплаты всем хорошего вечера хорошего настроения всем хороших покупок жду вас всех на своем канале всем очень рада всем пока пока